Василий Яковлевич Прияткин живет вместе с супругой 50 лет, последние 30 в Сочи. После окончания института работал в Магаданской области, строил дороги. Сейчас сложно справляться с хозяйством, и здоровье не то, и сын единственный в Екатеринбурге. Поэтому и попросил помощь студентов. Почистить там сад от мусора, скопать там грядочки, и распилить бревно, поколоть. Частный дом, конечно, требует рабочих рук. Ребята это тоже хорошо понимают, поэтому активно взялись за наведение порядка во дворе и в саду. Это надо так делать, потому что кто, если не мы, другими словами. Мы помогаем людям, которым нужна помощь. Мы будем стараться, чтобы это было чаще, естественно, потому что видно, в каких условиях они живут. Вместе с сочинскими ребятами трудились студенты из краевой столицы. Они спилили сухостой, подрезали кустарники, собрали мусор, вскопали огород, нарубили дрова. В этом году к нам приехали с края, с Кубанского государственного университета, с аграрного, сельскохозяйственного института. Также из сочинских студентов вошли туда студенты сочинского профессионального техникума, конечно. Также прикрепились к нам студенты колледжа поликультурного образования. В краевой акции «Снежный десант», которая зародилась на Алтае, а в Сочи проводится второй год подряд, приняли участие 50 студентов. Вчера был проведен колоссальный фронт работы, был убран памятник, была почищена речка, покрашена детская площадка, посажены деревья. Сегодня работа продолжается уже непосредственно при домовых территориях участников Великой Отечественной войны, пожилых людях. А вечером активисты подготовили для жителей села Барановка праздничный концерт. К акции могут присоединиться все студенты вузов Сочи. Итоги сочинского этапа подведут завтра.